Всем доброе утро, ребятки! У нас сегодня такой прекрасный день, 5 число уже, погода нас радует, тепло, мы уже собираемся, я вас жду Аню, пока она соберется, будем сейчас ехать к стоматологу. Сегодня у нас по планам сделать Ане зуб, ну и пройдемся еще по магазинам, увидим, нужно пару бытовых моментов купить, ну, химию, я имею в виду, все такое, все прочее. Что хотела вам рассказать в сегодняшнем видео? Хотела поговорить с вами о такой ситуации, которая происходит, я думаю, многим мамам известно, которые устраивали, ну, не то что устраивали, я не знаю, как это правильно сказать, которые хотели своего ребенка привезти в детский садик, зареистрировать, но им что-то не нравилось. Так вот, это не в моем случае, это моей знакомой была такая ситуация, когда она привела ребенка в садик, и когда она мне рассказала эту ситуацию, я до сих пор шокируюсь, как все-таки у нас все отличие отличается, и почему здесь происходит так. Так вот, начнем. Моя знакомая где-то два месяца назад отдала ребенка в детский садик, и, ну, зареистрировалась, там все документы подала, ребенка приняли без всяких проблем, но она первый день, когда пришла в садик, она удивилась, что же было там. И вот встретили воспитатели, она прошлась по всему садику с ребенком, и была удивлена, что дети, конечно, дети, не дети, а воспитатели ходят в обуви, в грязные обуви, тогда еще была погода такая, дожди, холодно, и все воспитатели ходили в ботинках, большинство, и ходили там, где ходят, лазят дети, маленькие дети, которые, как вы знаете, в Германии же садике как? Я не знаю, с какого возраста конкретного, но она рассказывала, что там с малюсенького возраста по конкретный там возраст, все дети ходят в садик, говорит, там дети ползают, и вот мой ребенок тоже, я как-то представила, что мой ребенок будет там лазить, и воспитатель будет ходить в обуви, говорит, меня это шокировало, потому что понаблюдалась такую ситуацию, дети как, они же любят что-то взять в рот, что-то лазить, руками вот это все трогать, ну, как дети. Она говорит, я вот шокирована этим, почему здесь так, почему воспитатели ходят в обуви, как это вообще можно это понять? Она говорит, я же как пришла, я задала воспитателю такой вопрос, а вас что, пересменной обуви нет? Вы что, ходите в обуви здесь? Вы не бываете какие-то там тапочки, не знаю, хотя бы, или носка ходить? А она, слушайте, воспитанница под дурочку, типа, включила, говорит ей, я, да, ходим, типа, но я забыла, пересменную свою обувь я сегодня забыла, поэтому сегодня придется вот так ходить в обуви. Она говорит, я была шокирована этим, конечно же, она наврала, никакой обуви нет, потому что это не одна воспитательница, которая ходила в грязные обуви, но и другие воспитатели, которые ходили просто в грязные обуви. Я этого не понимаю, как может быть и почему такое допускается в немецких садиках, почему воспитатели ходят в грязных обувях, почему дети, которые маленькие, которым все интересно, познавательно в этом всем маленьком их мире, они любят ходить, лазить, трогать, руками все это трогать, лизать даже, может быть, всякую мебель, грязь и так дальше. Ну, как дети, за этим нужно следить. Раз такое допускается, то что может быть говорится дальше, что там те воспитатели делают? Я не знаю, следят, не следят, да, может, следят за детьми, но просто такой нюанс, и я считаю, это огромный нюанс, и это большой минус, что такое происходит в детских садах. Говорит, ну, потом, она говорит, я удивилась, думаю, ладно, на следующий день она все-таки повела этого ребенка в садик, говорит, когда ребенок пришел в садик, он рассказал маме, чем кормят в садиках. И меня это опять шокировало. В садиках кормят, чтобы вы понимали, утро, завтрак и обед, и хлопья не заваривают, не теплым молоком, просто хлопья с холодным молоком подается. А хлопья обычные, которые, я могу сказать, я в детстве покупала в магазине, просто их жевала, ну, просто это как чипсы считается, и не считаю, что это какая-то полезная пища никакая. У их нет какой-то, знаете, как у нас в садиках было, тефтельки, сыр с маслом утром питательное, что-то для организма вкусное, чтобы было полезно для здоровья. Ребенок же маленький, должен питаться чем-то хорошим, а у их такого нет, они, ну, никак, да, они дают там фрукты им, сок, но меня удивляют, вот, завтраки, как вообще может быть завтрак с холодным молоком и хлопьями, как это вообще? Может кто-то знает, объясните мне, почему такое происходит здесь? Так вот, она говорит, и я не знаю, как это, полдень будет или как, когда ребенка уложили спать, она говорит, дети все спали там в 2-3 часа, и она говорит, я первый день, когда пришла, я этого не видела, не уточняла. А потом, когда мой ребенок пришел домой, говорит, мам, а мы не на кроватках спали? Мама спрашивает, а где я? Он говорит, на полу. В каком, блин, смысле на полу? Я тоже не понимаю этого, почему здесь так все? Я не знаю, я хотела бы у вас поинтересоваться, почему в Германиях дети спят на матрасах, им ставят такие специальные маленькие матрасики, там, где дети отдыхают, ну, спят. Ну, блин, вы же ходите в обуви везде, дети еще должны спать на каких-то матрасах, я извиняюсь, почему это так странно? Ой, я этого не понимаю, мама говорит, я после этого всего, что услышала своего ребенка, и то, что я увидела, и услышала, как меня воспитательница обманула, и сказала, что вот, обувь я забыла, на следующий день я принесу свою пересменку. Почему она должна вообще приносить свою пересменку, если она у тебя должна быть на рабочем месте, это обувь тогда, да? Ну, логично, ты приходишь на работу, у тебя должна быть пересменка, раз ты работаешь в садике воспитателем, как ты могла ее забыть? Вот, честно. Никакой, значит, обуви не было, конечно же, это вранье. И меня удивило же, говорю, что дети спят на матрасах, я не знаю, почему так. Напишите, может, вы знаете, может, у вас дети тоже ходят в садик, все нормально или нет? Говорила, что просто, не знаю, может, такой садик был, но она говорит, грязь, я увидела, мне не нужно было пальцем проходить, она говорит, я взглядом увидела, как мебель сел в пыли. Игрушки там, ну, игрушки-то логично, что там разбросаны, все такое, говорит. Но пыль, видимо, я не знаю, когда там убирается вообще. Она говорит, очень все это странно, что их так все запущено. Она говорит, ладно, я понимаю, если бы это была школа, но это садик, это маленькие дети, которые в таком возрасте часто болеют. И я не понимаю, почему такое допускается, что воспитатели, вот меня само это затронуло, почему воспитатели не ходят в носочках или хотя бы в каких-то тапочках. Напишите, может, вы знаете это. Потому что заболеть ребенок может моментально. Ой, мне это, когда она рассказала, это меня шокировало, я не знаю, почему. Ну, как, не знаю, меня удивляет, что я говорю, что вот дети должны лазить, вот это все трехать, когда воспитатели просто ходят в обуви грязной, в которой ходилась по улице, по болоте и так дальше. Я до сих пор удивлена, не знаю, надо созвониться с ней, уточнить, как там ее дела. Я думаю, она, конечно, уже отвела ребенка в другой садик, буду спрашивать у нее. Так что такие дела, ребятки. Сейчас, кстати говоря, уже у нас, уже без десяти час, да, час, уже скоро час будет. И мы будем идти с Аней к стоматологу, ну, точнее ехать. Сегодня Ане будут делать нижний зуб, проблематичный, кстати, зуб. Все это бесплатно. И будут, как это сказать, что тебе будут? А, да, есть, кстати, ребята, заказали специальный какой, врач-стоматолог заказал Ане специальный цемент. И она ждала термин целый месяц. Ну, потому что он сказал, нужно подождать целый месяц, потому что он откуда-то там его заказывает. Мы не знаем этих деталей, поэтому вот так уточняю. И вот сегодня пятое число, и мы будем смотреть, что же они там сделали с зубом. Я думаю, все хорошо, все будет классно и отлично. Увидим, какая погода. Сейчас выйдем на улицу. Тепло или холодно, потому что я хочу ветровки выйти, не знаю. У меня такое настроение, вчера покрасилось, было все хорошо. А краска все равно, как вы можете видеть, где-то какие-то пряди хорошо взялись, а где-то плохо. Ну, ничего, но у меня и так сойдет. Нет, мне нравится. Я уже оделась. Подбородочек видно хорошенько. Сейчас выйдем на улицу и, может, продолжим влог. А это видео я сейчас выставлю. И, ребятки, пожалуйста, напишите, может, вы знаете насчет такой темы, вот садика, допустима ли, вы так вообще считаете, допустима ли такая норма, что воспитатели должны ходить в грязные обуви? Да, может, я же говорю, может, и садикам не повезло, я же говорю, если я хочу ее набрать и уточнить такой момент, вот она ребенка в другой садик перевела. Я давно с ней не общалась, поэтому наберу еще раз ее и спрошу, как дела обстоят вообще и что происходит, потому что я считаю это недопустимым вообще никак. Все, ребятки, спасибо за все, спасибо за лайки, за просмотры, за комментарии. Нет, спасибо за то, что вы написали мне вчера приятный комментарий, я как мала там всем вроде бы отвечала. Очень было приятно, что вы смотрите наш канал, пишите такие приятные комментарии, пишите чаще. Мы вас любим и ждем на нашем канале. Всем спасибо, всем пока, целую, пока.